Новозначенный глава Офиса Президента задекларировал миллионные активы корпоративные права в ряде компаний. Новый глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию доходов за 2019 год. Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре деклараций. Так, Ермак задекларировал квартиру площадью 107 квадратных метров, приобретенную в ноябре 2005 года, автомобиль Toyota Camry 2015 года, выпуска которой он владеет с 2015 года, и ряд корпоративных прав. Среди задекларированных доходов Ермак в 2015 году 151 тысячу гривен доход от предпринимательской деятельности. 10 тысяч гривен зарплата в международной юридической компании, где он является директором, там же зарплата по совместительству в сумме 50 тысяч гривен, гонорары в сумме 1300 гривен в месяц, в медийной группе европейского партнерства, 1000 гривен доход от ценных бумаг и корпоративных прав. Также Ермак сообщил об оформлении на него кредиты в Альфа-банке на 1 200 000, вместе с тем он имеет наличные средства в сумме 347 000 долларов и 50 000 евро на банковских счетах в ОТП-банке и Кредо-банке. Кроме того, Ермак занял третьим лицам 1 300 000, а задолженность перед ним со стороны International Media по двум договорам составляет 3 миллиона. Ермак владеет тремя государственными ценами и бумагами номиналом стоимостью 1000 гривен и является владельцем частей корпорации прав девяти компаний. Глава также является конечным владельцем указанных компаний, кроме того, Международной ассоциацией Украины-Грузинское сотрудничество. Ермак является членом ряда общественных организаций и объединений Украинской киноакадемии, Наша Гордость, Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии, Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования. Декларация подана вечером 14 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова